Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале «Восадули в огороде». И у меня сейчас улыбка на лице, потому что, в принципе, хорошая погода, хорошее настроение, идут посадки, в общем-то, всё идёт, как всегда, своим чередом. Но всегда поступают многочисленные вопросы от вас. Юля, какие помощники работают у вас на участке? Знаете, дорогие друзья, помощников у нас – это наша семья. Самая главная семья, костяк, дружная семья, которые всегда приходят друг к другу на выручку, поэтому у нас и дело спорится, поэтому у нас так всё хорошо и всё получается, и живём мы в достатке. Всё из-за того, что у нас дружный такой сплочённый коллектив. Ну, а помощники, конечно, у меня есть. А помощники вот какие. Сейчас я вас познакомлю с ними, поэтому не уходите. Ролик будет для вас, я думаю, интересный. И немного я, наверное, вас заинтриговала. Что же это за помощники? Ну что ж, давайте я всё начну по порядку, как в сказке. Жила-была девочка Юля, и были у неё помощники. А помощники были следующие. Это, конечно, базука. Я вам сейчас покажу, что же это такое, ой, за агрегат. Вот такие у меня две базуки. Меня они устраивают по всем параметрам. Один большой, мы его используем для посадки картофеля и для посадки крупной рассады. И ещё у нас появился в нашем арсенале вот такой вот маленький, маленький вот такая, вот такая маленькая базучка. Я вам хочу сказать, что она очень лёгкая, потому что почему-то все меня жалеют и почему-то думают, что я таскаю 10 килограмм и что-то это тяжёлое и неподъёмное. В общем-то, она очень лёгкая, и я думаю, что на другом канале мы обязательно её взвесим и покажем вам вес этой базуки. Базука лёгкая. Для чего я использую базуки? Большие, это, конечно, посадка картофеля, а вот маленькой базукой очень удобно даже сеять те же семена. Семена кукурузы, семена тыквы, кабачка, любые семена. Так что, дорогие друзья, я вас познакомила вот с такими базуками. Но дело в том, что опять-таки поступают какие-то, я не знаю, вопросы, что даже не вопросы, что всё это очень дорого, и я как бы вполне обойдусь без этого, да, я пробегусь там по огороду, это подписчики пишут, и посажу там урожай, там и картошку буду выращивать, и всё. Дорогие друзья, я всегда люблю себе как-то облегчить свой труд. Если я могу, вот, как говорится, помочь себе этой базукой, значит, я её куплю. Вот она мне просто необходима. Почему базука? Спина. Спина не будет болеть. И, кстати, про спину. В моём арсенале есть ещё один помощник. Вы знаете, муж и я иногда сталкиваемся после тяжёлого рабочего дня с болью. С болью в пояснице, с болью в суставах. Особенно, если вот долго приходится стоять на прополке или какие-то выполнять работы с согнутой спиной. Или когда долго работаешь в теплице, и во время работы ты не замечаешь, что ты, в общем-то, распаренная, разогретая, и тебе хочется вдохнуть глоток свежего воздуха, ты выходишь на улицу, и вот тут-то тебя продуло. У нас большое птичье подворье, и приходится поднимать мешки, но от этого не уйдёшь. И порой муж, поднимая вот такие тяжёлые мешки, чтобы пересыпать зерно, допустим, в бочке, когда нам его привозят, и вот здесь как раз-таки может возникнуть боль в спине. Я имею в виду боль в мышцах и суставах. Но время идёт, и сейчас горячие пора, и просто лечь, отлежаться, именно чтобы прошла боль, дождаться, чтобы это прошла боль. Времени абсолютно на это нет. И на помощь приходит проверенное нами средство. Я нашла для себя помощника. Это крем Кетонал. Ранее я уже пользовалась этим кремом. Вот видите, у меня даже вот тюбик с начатым кремом. Я рассказывала про этот крем как раз-таки подробно год тому назад. И всё это время я прибегала к нему, когда боль давала о себе знать. И сегодня хочу поделиться своим опытом использования крема Кетонал. Крем Кетонал очень удобен в использовании, и у него нет никакого запаха. Мне понравилось в этом креме то, что эффект может наступить уже через 30 минут. И длится довольно долго, до 12 часов. То есть достаточно 2 раз в день, и это очень экономно получается. И вы представляете, этот крем хранится он 5 лет. Поэтому, дорогие друзья, если вы его не использовали в этом сезоне, не расстраивайтесь. На следующий год снова берите его с собой на дачу. Но, дорогие мои, это не исключает визит к специалисту. И нужно ознакомиться с противопоказанием. Это важно помнить. Я кремом Кетонал довольна. Дорогие друзья, какие еще у меня помощники? Это у меня Торнадо. Торнадо большое, Торнадо маленькое. Дело в том, что к этим двум приспособлениям я всегда относилась к какой-то насторожностью. Но, когда я увидела рекламу, все пользуются, я, в принципе, отправилась в магазин. И купила себе сначала маленькое вот такое Торнадо купила. Но применение сначала я ему не нашла, в общем-то, вот. А потом купила Большой Торнадо. И вы знаете, а вот сейчас как раз-таки, когда я опробовала полностью и Большой Торнадо, и Маленькое. Маленьким я делаю лунки. Большим идеально оно удаляет сорняки. Любые сорняки, любой сложности. Поэтому, дорогие друзья, я все-таки вот этим двум инструментам говорю да. Потому что вот сейчас я без них не обхожусь никак. Сейчас я вам покажу, что еще есть в моем арсенале. Дорогие друзья, вот показываю вам, а сама думаю, наверняка скажете, всякую ерунду какую-то покупает. Но вы знаете, все вот это вот, все это мне очень помогает в работе. Очень помогает, помогает, очень облегчает труд. Вот есть вот такое вот приспособление. Посмотрите, вот. Когда я его увидела, я тоже его купила, потому что для чего? Очень удобно его использовать при посадке рассады. Потому что есть у нас вот такой маленький конус. Ну, такой конус, я думаю, есть он у всех. Он с рычагом, есть без рычага. Но не любые растения можно вот посадить в лунку, сделав вот таким посадочным конусом. А вот такой посадочный конус, посмотрите, он довольно-таки большой. Но я вам хочу сказать, что вот таким посадочным конусом можно еще пользоваться и для посадки картофеля. То есть делать лунки вот так посадочным конусом и сажать картофель. Тоже очень удобное приспособление, и я им пользуюсь. Чем же я еще пользуюсь у себя в огороде? Конечно, это вот различные вот такие рыхлилочки. Видите, у меня все уже в таком состоянии, потому что много лет этим инструментом. Это вот различные рыхлилки. Вот этой вот такой рыхлилкой даже я люблю работать. Когда мы убираем картофель, мы его убираем прямо все до картофелины. Вот где-то вот так подскрести и отрыть там картошку, чтобы она в земле не осталась. Очень-очень удобные вот такие вот грабельки. Это, конечно, плоскорезы. Вот у меня есть, я принесла просто поменьше вот такой, и есть побольше. Вот, два таких вот плоскореза. Они тоже удобные. Вот таким маленьким можно подлезть, где вот какие-то сорняки. Но я хочу сказать, что, конечно, у нас почвы очень тяжелые. И, как многие, просто рыхлят плоскорезом почву там и что-то сеют. Конечно, нет. Я использую плоскорезы, это только для того, чтобы убрать сорняки и заниматься прополкой. Есть у меня еще вот такая тяпочка. Но это вот настолько она удобная. Еще я мужа попросила сделать маленький легкий черенок. Вот, удобно делать борозды этой тяпкой. Вот, она сделана из нержавейки. Она нержавеет. Ей уже, я не знаю тоже сколько лет. У меня есть еще одна тяпочка из нержавейки. Вот, я ее просто не принесла. Но все невозможно принести и вам показать. Вот, что я еще использую в своем огороде. Это, конечно, у нас всякие приспособления для полива. Вот, как раз таки, дорогие друзья, полив это, пожалуй, одно такое важное звено. Потому что без воды мы не туды и не суды с вами. Понимаете? Существует капельный полив. Да, он имеет место быть. Но, бывает еще полив и не капельный. А просто я использую в своем огороде вот такие вот вертушки. Да, под давлением очень удобно. Вот, у нас их вот таких две штуки. Очень удобно. Они ставятся вот так на ножки. Захват, диаметр очень большой. Вот такой вот вертушки. Но, единственное, конечно, мой вам совет. Они есть пластиковые. Вот, ну, конечно, они дешевые. Но вы не гонитесь за дешевизной. Купите вот все-таки, чтобы вот сам вот этот распрыскиватель был металлический. И вот как раз таки, когда засуха стоит и проблема, нужно полить, допустим, картофель, да. И во время полива все поливают вечером и воды не хватает. Тогда нам приходится, мы ночью, когда все спят, вот уже, ставим вот такие вертушки на картошку и поливаем картошку. Вот как раз таки вот эти вот вертушки, они очень-очень удобные. У нас очень много, это шланги туман. Мы показывали вам не раз этот шланг. Он очень удобный для полива. Это всевозможные у нас поливные устройства, которые стоят под потолком. Принцип тумана, принцип вертушек-разбрызгивателя. В общем, дорогие друзья, никогда со шлангом я, а с лейкой я вам хочу сказать, я тем более никогда не буду бегать с лейкой. Это абсолютно не мое. И это, конечно, что? Это черный укрывной материал, который мы используем. Мы используем и черную пленку. То есть, нужно всячески стараться облегчать себе труд. Дорогие друзья, ну и, конечно, я не могу обойтись без скамейки-перевертыша. Сюда можно или вот так встать на колени, или перевернуть, пользоваться скамейкой. И скамейки, вот у нас просто их уже вот четыре. Почему четыре? Потому что всем нравится сидеть на этой скамейке. Да не только среди грядок, а просто на улицу вышел, поставил эту скамейку, сел, посидел. Очень довольно-таки удобно. У нас есть как и старые скамейки, а это вот мое последнее новое приобретение. Это вот новенькая скамейка. Дорогие друзья, вот такие у меня помощники. Конечно, всех помощников невозможно вам показать. Потому что это и культиваторы, это газонокосилки, это у нас есть и большой мотоплух. И, ну, невозможно все показать. Но все это действительно помощники, которые нам помогают в жизни, в огороде. А с вами была Юлия Меняева на канале Высадули в огороде. Пока-пока.